С приходом Хабирова ухудшилась экологическая обстановка, но также сейчас даже местные армяне конфликтуют с армянами, которые приехали с Красногорска и захватывают здесь строительные объекты. Расскажу, как это было. Я имею ввиду под словом местные армяне. Это тех людей, которые армяне по национальности приехали сюда в советское время, завели семьи, здесь имеют дома. В общем, проживают у нас здесь в республике, а не для нас местные армяне. И вот один из таких местных армян подошел ко мне в Баймаке и говорит, Ильдар, помоги разобраться с такой ситуацией, так как тротуары, бордюры, площадя нескольких районов выставлены отдельным лотом. И мы не можем участвовать в этих аукционах, так как цена лота очень большая. Вы понимаете, что происходит? Происходит даже конфликт местных армян с армянами именно, заметьте, Красногорска. Эти работы выполняли армяне с Красногорска. Представляете, что происходит? В Баймаке, с Красногорска. А раньше там такие работы выполняли именно местные армяне. Брали они вот эти, выигрывали торги и вот эти бордюры, площадят. Ну там, что есть, такие строительные работы выполняли местные армяне. Вот что произошло. Произошло то, что одним лотом были выставлены, вот я здесь записал, выставлены несколько объектов строительства нескольких районов. Понимаете, это тротуары, площадя нескольких районов. То есть, я точно знаю, что это Баймак, Сибай. Это сослов вот этого местного армянина. И вроде бы Зилаир и Хайбуллинский район. Он мне называл, сейчас я по памяти не помню. Но то, что Баймак, Сибай, он мне говорил, это точно. И вот, получается так, выставлены отдельным, одним лотом. И вот, объединение в один лот объектов нескольких районов неправомерно привело к ограничению конкуренции. Так как не могут участвовать другие уже в этом, подавать заявки из-за того, что цена лота уже завышена. Объекты нескольких районов не могут представлять собой единый объект строительства. Понимаете? Не могут. Потому что это разные районы. И укропнение двух или нескольких этих объектов, лотов, приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. Так как проследить за этими деньгами невозможно. Деньги районные уходят с каждого района. А где, на каком этапе заканчиваются деньги одного района и начинаются деньги другого района, как это проследить? Вы понимаете, что происходит? Происходит грабеж, происходит нарушение правил торгов и крышуются именно фирмы Красногорска. Вот что происходит. Я в тот момент, когда этот человек ко мне обратился, я ему сказал, я все-таки по экологии. Но через год, когда я увидел, в каком состоянии у нас тротуары и бордюры, я это все заснял и выложил у себя на канале, на другом канале. Сейчас я здесь продублирую. Посмотрите, посмотрите все-таки, как Хабиров крышует и грабит нашу республику. Думаю, сейчас пора вмешаться в ФАС, в Федеральной антимонопольной службе и разобраться в этой ситуации. Все по фактам. Посмотрите торги и посмотрите, кому они и как выделены. Выделены они с укропнением. Это нарушение, это нарушение даже конституционных прав. Посмотрите, это преступление Хабирова. А сейчас смотрите видео по бордюрам. Нахожусь рядом с полицией. Бордюры, смотрите, советские бордюры еще лежат. Лежат. Вот они целые. Правда, здесь чуть-чуть сдвинулось. С той стороны дороги тоже советские бордюры. Сейчас посмотрим вместе, как это все выглядит. Вот здесь прокуратура. Находится белошвейка, аптека. Здесь вот старые бордюры. Старые бордюры уложены еще в советское время, скорее всего. Но, по крайней мере, не в прошлом, не позапрошлом году, а лет 10, может 20 назад. И вот смотрите, они в каком состоянии. Они целые. Их побелили так, чтобы сделать общий фон. А бордюры абсолютно целые. Смотрите. Абсолютно. Иду и абсолютно целые бордюры. Сейчас съездим, посмотрим еще по Стахановке, куда уложили старые бордюры. Это улица Стаханова. Вот бордюры лежат. Это старые бордюры советские. Повыковыривали, положили их сюда в качестве новых. Вы смотрите, в каком состоянии они целые. Они целые. Ну да, со временем есть места такие, сколые небольшие. Вот здесь, видите, и оно песчано-гравийная смесь. Это не крошка. Но бордюры абсолютно целые. Не покрошенные, ничего. Слегка, но со временем где-то побитые. И не более. И асфальт тут весь выкрашивается, и все. Вон, куски асфальта даже не уложены. Хотя несколько лет назад... Несколько лет назад здесь все это укладывалось. Ну вот, советские бордюры, старые, они целые, нормальные. Сейчас поедем на те улицы, где... Год, два, три назад. Вот Черная гора. И такой вот новый бордюр, которому несколько лет. Это около памятника. Бордюры с той стороны запеливались. И попытались, намазюкали и плюнули. Потому что это уже не бордюр. А только разваливало песка, арматуры. Вон, арматура вся повыскачивала. Такое вот у нас благоустройство. Деньги уходят в никуда. На два-три года, и все. И так везде. Смотрите, оно все. Просто посыпано. Бордюров нет. Но все равно попытались его забелить. Как-то показать, что все-таки бордюры есть. Магазин. Магазин. Прямо с магазином. Вот видите, просто так поверх щебенки и звездкой побрызгали. Типа бордюр есть. Ну, а бордюров-то на самом деле... Ну, есть они. Одно название. А вот около магазина положили старый. Смотрите. Ему хоть бахны лежит. Целый. В качестве клювбы уложили. А новые вот. Ну, вот, смотрите. Просто если даже попинать... Ну, вот оно. Все это щебенку. Поверх щебенки забелили. Бордюры типа есть. КОНЕЦ 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 Здесь вообще землю забелили. Смотришь, красота. Баймак преобразился. Но когда приближаешь... Смотрите, это новые бордюры. Вот. Тяп-ляп. Намазали белилкой. Ну, типа бордюр есть. И он новенький. По срокам он новый. По состоянию ему лет сто. Хотя советские бордюры, я уже показывал, они выглядят гораздо лучше. Это около первой школы. Вот такой бордюр тоже. Он весь покрошенный. Забеленный. Но весь всыпется. Почему я здесь остановился? Потому что старый бордюр он здесь выковырили. Видать, хотят показать то, что все-таки он здесь хороший. Вот старый бордюр вот так вот выковырили. Уложили его. И смотрите, в каком виде старый бордюр. Старые бордюры еще, которые там укладывались десятки лет назад, они целые. они целые, хоть бахны. Вот даже, смотрите, колесами, вот видите, машины задевают, проезжают, остаются черные полосы. Вот, смотрите, видать, кто-то разворачивался, колесами задел, эти бордюры целые. и они не крошатся. По улице Горького. Раньше здесь было грязище, конечно, вот сделали эти бордюры, заасфальтировали. Поставщик другой, потому что даже по длине бордюров они другие. Но все равно качество не очень, не очень. Но по сравнению с тем, что там выше было, это, конечно, здесь получше. Тоже по Горького, буквально 200 метров. От того места, где я говорил, что бордюр более-менее, оказывается нет. Почему-то там бордюр более-менее был. Ну, а здесь он в таком же состоянии. Весь покрошенный. Ну, вот, хотя вот с этой стороны вид получше. Вот он должен был быть весь такой идеальный. Идеальный. на этот промежуток всего метров тридцать. Мы вообще ничего не покрошили. На все это кольцо тридцать метров это очень мало хорошего, качественного бордюра. тридцать метров. Та сторона вот еще наверное как раз вот 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 Более-менее такой хороший вид, конечно, не имеет. Ну, а эта сторона дороги, это вроде одни и те же люди. Поставщики разные, почему одна сторона улицы более-менее, ну, хотя, как сказать, более-менее, покрошены, конечно. Ну, а здесь вообще, здесь вообще это, ну, за год, за два, ну, бордюр же не исчезает. А он здесь исчез, его нет. Известкой побрызгали, часть на бордюр, часть на асфальт, и все, он есть как бы. Вот этот промежуток. Вот так. Известкой побрызгали, прошлись. Ага, дальше бордюр пошел. И с той стороны такая же ситуация. Вот. Ну, даже и звездкой путем его не забелили. Забелили бордюры, показали то, что город ухожен. Поставили вот такие таблички. Международный фестиваль, башкетская лошадь. Каналык, мост. И вот, не успела Алибаева начаться. Видите, что у нас, что мы здесь видим. В принципе, бордюр должен держать асфальт, края асфальта. А здесь наоборот. Асфальт держит кусочки бордюра, чтобы он как-то держался здесь. Видите, из такого широкого бордюра, что от него вот осталось. Видите, все. Все, здесь от этого бордюра даже... Вот здесь вот... Ну, здесь вообще ничего не осталось. Вот. Даже вон оттуда отойти не успел. Ну, нет его. Нет бордюра. Просто нет. Тупо нет. Вот сантиметра три-четыре поверху. Вот даже если машины здесь наезжали, он должен был терпеть. Ну, а здесь уже машины никак не могут наехать. Развалился от старости. Только почему-то эта старость один-два, максимум три года. И все. Вот наш тоналык. Весь заросший. Но это... Это отдельная тема, конечно. Ага, вот он. Кусок торчит. Отрезанный. Дальше посмотрим улицу Алибаева. Ну, на этом и все, наверное. Хватит. И так вы все ездите, видите, какое нам здесь сделали в Баймаке. в Баймаке. Ну, здесь асфальт, конечно, не очень у нас. Ну, что интересно, вот здесь сделали бордюры. Не обращайте внимания на мусор. Смотрите только на бордюры. Вот в бордюрах, если приглядеться, это не крошка и не щебенка, а здесь песчано-гравийная смесь. Стало быть, это уже другой производитель. Здесь, конечно, все качественно, ровно, красиво. И совершенно ни одного скола нет здесь. Это уже по проспекту. Смотрите. Сколов нет, ничего нет. Ровненько, красиво, хорошо. Но это, наверное, на центр решили не экономить. Где же? Даже сколов нет, чтобы показать ближе, что это песчано-гравийная смесь, и изготовитель совершенно другой получается.